у меня есть несколько вопросов касающихся общих проблем кинематографии если позволите давайте попробуем начнем с мосфильма и собственно продолжая тему пандемии потери мосфильма тоже огромные оказались у меня есть какая-то цифра 150 миллионов наверное где-то она опубликовала я не помню перед карантин 100 150 миллионов как мосфильм сейчас справляется с этой проблемой ну вот мы знаем что с меньшая доля прибыли пойдет федеральный бюджет вам удалось пробить это постановление как вы решаете эту проблему вы как человек который много лет у руля большой студии ну я не могу сказать что это для нас была какая-то сверх проблем честно говоря так что как говорится до потери были достаточно серьезные но строго говоря не для нас не были катастрофическими в общем мы довольно быстро преодолели нарастили производство и в общем компенсировали все я думаю что все-таки большая часть общественности недопонимать что мосфильм являясь государственным монетарным предприятием не получает от государства ни копейки ни в чем и когда вы говорите о том что ну да нам так сказать помогли в том смысле вот этот дополнительный налог сняли но это не значит что связь на ли налоги мы платим налоги и налоги большие то есть многие не понимают многие не понимают хитрость это все считают что мосфильм освободили от налогов нет то есть мосфильм платят как обычное предприятие рыночные налоги но помимо этого у нас есть на мой взгляд мне не очень понятно его свое время был принят постановление указ по которому унитарные предприятия еще сверх налогов то есть с прибыли которая им остается они еще выплачивают там 25 я уж не помню процентов вот это вот то что сверх нас с этого освободили обращался к президенту и он помог нам и так сказать вот от этого нас освободили так что тут знаете такое некое все-таки непонимание мы существуем полностью на свои средства всю модернизацию проводим все зарплаты все что мы делаем это делается только на те средства которые мы зарабатываем и налоги платим небольшие за то время что я был вот я директор мы думаем миллиардов 10-15 мы выплатили государственный бюджет я думаю что это считаете несколько лет работу кинофонда мы закрыли сказать что эта пандемия нанесла нам какой-то смертельный удар нет мы кстати ничего не просили непосредственно в период пандемии ничего дополнительного не мы ничего не просили мы у нас был карантин мы выплачивали всем людям зарплату в полной степени мы выплачивали тем кто работал то что все равно часть людей работала хочешь не хочешь студия там охрана служба обеспечения плюс к этому все равно у нас работали же у нас телеканалы многие работают которые в прямом эфире поэтому многие сотрудники работали и мы выплачивали дополнительно премию еще для нас это ну так да не очень как бы хорошо но не катастрофа и в принципе сейчас мы полностью восстановились у нас очень большая загрузка даже я бы сказал странным образом не знаю чем это связано у нас выросла загрузка после пандемии у нас никогда не было такого огромного строительства павильона сейчас просто огромное строительство у нас наш цех вот замечательный цех который очень хорошо строить декорации но он просто просто разрывается все павильоны заняты и много кстати кино много телевидения но очень много с того кино и очень такие большие декорации в общем настроенных так что с точки зрения у нас и полностью там студия загружена практически все отелье работают наверно то что называется отложенный спрос ну это я не знаю я даже не могу этого объяснить и я думаю что скорее всего все таки все таки сегодня мосфильм дает такое качество которое никто не может быть на территории российской федерации с точки зрения звука из точки зрения строительства декораций с качества павильонов поэтому я думаю это все сказывается то что было заложено до этого ну вот мы знаем что мосфильм не так часто запускает в производство свои фильмы и вот владивосток это один из немногих а есть какие-то еще планы во первых мы очень много картин мы не очень об этом мы тут ну например форму он сделал картину форму на флат мы фактически были субпродюсерами очень много картин которые мы участвуем мендадзе сделал кольцом мы же сопродюсерами были мы мы очень много картин делаем на вкладываем мощность владивосток мы и и кладу ли финансирования мы имеем право из прибыли финансировать какие-то картины но мы очень много картин делаем в этом году мы сделали картин 5 вот Вот так вот участвовали. Сейчас вот «Белое море» дебют Федор Попов делает, в гиг дебют делает. Мы тоже там участвуем. Мы, кстати, и деньгами участвуем. Другое дело, что эти картины ничего не приносят. Это другой вопрос. Но мы считаем, нужно все-таки помогать коллегам, кинематографистам. В этом смысле мы делаем. Так что у нас довольно в этом смысле большая. Но с другой стороны вопрос, он такой, а кто у нас, собственно, запускает картины? Мы просто не просим денег у государства. Да, я как раз про это. Разница в том, что другие берут у государства и запускают. Да, приходят на пичинги. Мы не участвуем в этом. Если мы что-то делаем, то мы делаем исключительно на свои средства. Мы в государство ничего не берем. Ну, конечно, мы не можем при... У нас неплохая ситуация, но так позволить себе достаточно, чтобы это был поток картин, мы, конечно, не можем на сегодняшний день. Мы будем стремиться к этому. Но я говорю, очень много картин мы участвуем в них мощностями. То есть, в принципе, это такая же коупродюсерство. То есть, это стоит денег. Мы вкладываем там постпродакшн, камеры, не знаю, какие-то мощности. И это в результате, там, несколько миллионов, 10-15 миллионов рублей мы вкладываем в картины. Их достаточно много. И таким образом вы получаете права, да, на показ? Ну, мы получаем права, но получаем какой-то процент от прибыли, который ни разу нам ничего не дало. Вот. Но получаем права, мы берем права на интернет. Мы хотя бы выкладываем картины у себя в нашем кинотеатре на Ютьюбе, что вот в какой-то степени, не то, что это компенсирует, но хотя бы это новые картины, которые мы выкладываем в коллекции масс-фильмы. Их смотрят. И, кстати, благодаря этому, я думаю, что большинство этих картин зритель хоть как-то видит. Потому что у нас на Ютьюбе порядка 40 миллионов просмотров в неделю. То есть это огромное, это порядка почти 200 миллионов в месяц. Канал, телевизионный канал, это только коллекция или эти фильмы тоже на канале показываются? Ну, какие-то, какие-то можно. Вот Владивосток мы, собственно, будем премьеру там делать. Вот впервые мы решили именно на масс-фильмском канале сделать премьеру. Ну, какие-то у нас есть права, но они отложены. Там надо смотреть договора, когда мы заключаемся. Ну, вот к вопросу о том, что не так много, я как раз хотела спросить. Вы состоите в Совете фонда кино, и за это время вы часто говорите, что главная проблема — это недоработанные, недоведенные до ума сценарии. Да. И вот ваше предложение было как одно из решений, да, как системно решить проблему отрасли. Это создать при фонде институт редакторов, которые вы проводили вот эту творческую работу. И что-то двигается, как-то принимаются ваши предложения? Ну, не знаю, я ничего такого не знаю. Я думаю, что это, я много раз говорил, я считаю, что проблема российского кино в том, что оно от советской модели ушло, а в рыночную модель не пришло, но оказалось посередине. На мой взгляд, находиться посередине — это самое, как говорится, полезное, неудобное. Либо надо модифицировать советскую систему, которая была, кстати, достаточно эффективна. Все, кто в ней, как говорится, вырос, и она, кстати, была совсем не так... Вот у некоторых представлений, что «Мосфильм», например, иногда я слышу, вот «Мосфильм» присвоил себе права на «Мосфильмские картины». Никто не знает, что «Мосфильм», не государство «Мосфильму» давало в советское время деньги, а «Мосфильм» брал кредит в банке. Он брал кредит в банке, делал на эти деньги картины, и госкино ему потом возвращало, если принимало. А если не принимало, такие случаи были, полочные картины, а иногда и художество по художественным мнениям, то у «Мосфильма» были очень большие проблемы. То есть советская система была совсем не так, как говорится, примитивно, как пытаются ее представить. Гораздо более экономически, да? Она была экономически, я напомню, что мы режиссеры, мы были в штате «Мосфильма», ты снимал картину, ты получал зарплату, ты получал постановочный, гонорар, потом 6 месяцев 66%, если ты не начинал новую картину, ты ничего не получал. Официально ты был в штате, но ты ничего не зарабатывал, и так длилось, могло длиться. Запустить новую картину не так легко было. И кто-то быстро запускал, а кто-то, как стоит Тарковский, он там годами сидел без зарплаты, ну, там подрабатывал, что-то, как мы говорили, халтурил, фитил и прочее, прочее. То есть она была экономически достаточно жесткая система, и совсем не такая примитивная, как сейчас представляется. Поэтому я к чему говорю, к тому, что, ну, она была по-своему эффективна. Она давала, там была, в принципе, в принципе, она в этом смысле мало чем отличалась от Голливуда. Редакторы в Голливуде со сценарием работают очень тщательно. Да, штат редакторов, да. Конечно, и так же и на Мосфильме, и вообще в Советской Союзе со сценарием очень тщательно работали. И совсем дело заключалось не в цензуре. Цензурой занимались не редакторы, а цензурой занималось высшее руководство, там, ну, председали Госкино, там, Николай Трофимович Сизов мог там какие-то вещи, купюры делать. А основная масса была именно творческие задачи решались. Короче говоря, либо надо тогда эту систему брать, либо тогда надо полностью уходить на рынок, как говорится, что я подозреваю. На мой взгляд, видимо, скорее всего, это уже надо делаться. Раньше у меня были иллюзии, что можно вернуться, а сейчас у меня все меньше таких иллюзий, поскольку для этого нужно вообще менять всю структуру. Видимо, надо тогда идти в гораздо более широкие рыночные отношения. Ну, вот то состояние, которое сейчас у нас происходит, мне кажется, оно пагубно для российского кино, и, в общем, результаты мы видим. И чем дальше это будет длиться, да? И чем дальше это будет только хуже. Я вижу, что эта ситуация, на самом деле, она все хуже и хуже. Поэтому и отсюда проблемы возникают, и отсюда, кстати, и качество режиссура, и качество профессии падает. И, как говорится, оно не ориентировано никак. В СССР продюсером было государство. Оно выполняло роль продюсера. Сейчас, на самом деле, ну, продюсер это все-таки человек, который оперирует не просто средствами, которые ему передало государство, а все-таки каким-то образом должен от них зависеть и как-то это быть в ответе. Ответственным, да? Да, ответственным, да. И, как говорится, то есть, на мой взгляд, единственный путь, реально, это рыночный путь. Ну, насколько там, конечно, не моего ума дело, это вообще, видимо, должно быть какое-то принципиальное решение, как вообще двигаться дальше в сфере кино. Но то, что я вижу, я, к сожалению, вижу, что это, на мой взгляд, люди боятся рынка. Я его не боюсь. Я 20 лет работаю на рыночном предприятии. Я должен сказать, что... Эффективно работаете. Да, и, в общем, получается. В общем, получается. Да, я как раз тоже про это хотела сказать, что, в общем-то, если работать, то получается. Да, и это непросто. Это вынуждает нас, естественно. То есть, ты должен все время шевелиться. Да. Ты должен все время шевелиться. И мы вынуждены все время думать о ценах, о том, каким образом продвигать услуги, как модернизироваться. Тебя это держит в томосе. Но когда меня спрашивают, там, а что вы там не просите, я говорю, нет, я уже... Лучше уж так. Зато ты гораздо более все-таки эффективно действуешь, чем... Поэтому, мне кажется, что это... Мне кажется, что это неизбежный путь, если мы хотим реально иметь сильное кино. Я думаю, что нам надо этого хотеть. У вас уже построен один павильон, 17-й павильон строится, киноконцертный комплекс строится, да, все строится. И это же тоже вот модернизация, она же... Это реинвестирование своих же средств, да, это же все... Ну, это проект... Это не наше средство, но это проект, который был... По поводу него, естественно, много спекуляций всяких. Я понимаю, там, за что-то такое, там, чего-то там они придумали, все такое. Я, во-первых, должен сказать, что этот проект полностью согласен с правительством Российской Федерации. Вот, в свое время ему дал добро президент. Смысл этого проекта очень простой. У нас был кусок территории, на сам который был абсолютно... Не использовался. Частная компания строит свои... По согласованию с правительством и Москвы, и Российской Федерации свои здания, там, офисы у них, жилые дома. А нам в ответ строят, вот, по нашему заданию четыре огромных объекта. Два уже построены полностью, уже работает 16-й павильон, и комплекс костюмов, реквизиты, там, вообще, совершенно потрясающий комплекс такого в мире нигде нет. И вот заканчивает еще один павильон, 16-й, нет, это будет 17-й, 16-й уже по 17-й. Это будет самый большой павильон вообще в Российской Федерации, и один из крупнейших в Европе, и киноконцертный комплекс с выходом на Масвилинскую улицу. Ну, это принципиальное строительство. Такого строительства на Масвильме не было с середины прошлого века. Ничего подобного не было. И, конечно, киноиндустрия... То есть это, на самом деле, закладка на будущее? Ну, это дает студии принципиально другое качество. Можем с гордостью говорить, что мы не просто модернизировали Масвильм, а и построили. Я не стесняюсь этого слова, потому что мне эта мысль нравится. Это дает, конечно, некий адреналин, когда ты видишь, что это все получилось. Так что вот такая история. И там киноконцертный комплекс, там четыре зала будет, оснащенных по самому последнему слову техники. И павильон, огромный павильон, 17-й, который уже у нас очередь стоит. У нас, кстати, иного, 16-й, там он ни одного дня не стоял. Там кто только не снимал. Кончаловский, Серебренников, кстати, Лебедев. Самый популярный стал павильон. Он действительно современный. Современный. Очень такой. Полностью шумоизоляция. Очень удобный. Он и для телевидения удобный. Потому что там предусмотрено все, чтобы телевидение снимать. Это так что вот такая история. Впереди столетие. Как готовитесь? Что готовите? Ну, мы не знаем, как мы готовимся. Я, честно говоря, небольшой сторонник вот этих концертов праздничных. Ну, кроме концертов, можно много всего. Ну, я вам скажу, что, во-первых, во-первых, наш замечательный, совершенно наш сотрудник, руководитель нашего отдела исторического масс-фильма «Инфо» Гэна Амбарцумян написала потрясающую книгу, которая вот сейчас готовится к изданию. Это уникальная книга. Это полный каталог фильмов масс-фильма. Полный. Ничего подобного, ни одна студия. Я не знаю, как за рубежом, ни в СССР, ни в России, ничего подобного нет. Это просто все. Все, что было каким-то образом снято на масс-фильме, принадлежат права, естественно, на масс-фильме. Потому что, конечно, какие-то картины снимались, но не наши права. Это все вошло. Это огромная книга будет. На мой взгляд, очень издательство проспект издает. Я видел эскизы. Это должно быть очень такое красивое издание. Я думаю, что это очень важное событие. Оно... Это очень важно. А не помните цифру? Сколько фильмов? Я не помню сейчас. Потому что она... Там варианты. Там... Она все учла. То есть там, строго говоря, картины с какими-то там... Перемонтаж. Там все, что было каким-то образом, это все есть. Я цифр не помню, но если будет это, мы сделаем презентацию и пригласим вас. И, как говорится, это... Я думаю, что достаточно скоро. Я думаю, что это хороший будет подарок. Потом все-таки мы очень много занимаемся реставрацией картин. Я думаю, что это самый лучший подарок вообще. Расскажите, какие картины, как они отбираются для реставрации? Кто принимает решение, какие картины реставрируют? Вами? Да. Субъективно. Я считаю, что в кино по-другому нельзя. Знаете? И что входит в набор тех самых критериев? Ну, набор критериев, да, мои вкусовые критерии. Но прежде всего, естественно, что мы стараемся... Картины, которые, на мой взгляд, я думаю, что совпадают, мой взгляд, с большинством, те, которые представляют художественную ценность, на мой взгляд, культурную ценность. Ну, например, всего Тарковского мы реставрировали. Всего. Все, что принадлежит масс-фильму, весь реставрировал. Сейчас реставрируем Страсти по Андрею, кстати. Очень тяжелая картина, потому что нету негатива. И мы делаем с позитива, это очень тяжело, это очень сложно, и ребята делают. Негатива нет вообще? Нет, негатива нет. Но это же было сделано вставки, это же были... Поэтому там это очень сложно. Но мы вот взялись, сейчас сделаем. Кстати, только что закончили, 9 дней одного года Михалыча Ромы сделали, очень хорошую реставрацию. Реставрацию. Ну, то есть, вот это, всего Гайдай почти мы сделали, всего Рязанова, Миншова. А сколько картин в год удается? Ну, какие-то картины мы делаем еще исходя из того, которые нужны для телевидения, то есть, которые чаще заказывают каналы, потому что все равно для нас это остается способом заработка, реализации прав на телевидение. То есть, бывает, что картина, может быть, и не вполне такая уж художественная, но, строго говоря, ее спрашивают. Но в целом, прежде всего, конечно, это классика. И в этом смысле мы довольно много уже сделали картин. А реставрация пленки или перевод, вот цифровка? Или то и другое? Нет, там, собственно, что такое реставрация сегодня? Реставрация, она только... Пленку уже никто не реставрирует. Реставрирует. С пленки переводится сканировать. То есть, отцифровка? Оцифрует. Но сама оцифровка не является реставрацией. Оцифровать — это два часа ее перегнать, но она будет такой, с теми же помарками, с которыми это. Но вот после этого начинается по этому оцифрованному материалу начинается реставрация. То есть, они сидят, они вычищают там каждый кадр. Это трудные, кропотливые, очень довольно такая сложная работа, порой требуют инженерных каких-то решений. Бывают такие вещи, которые просто невозможны. И бывает брак авторский, который они тоже убирают. Брак не брак, но я помню покойный Вадим Иванович Юсов, когда увидел нашего Рублева, когда мы отреставрировали, он сказал, что там же в финале эти цветные фрески. Рублева, он сказал, вот я впервые увидел так, как мы хотели с Андреем сделать. Мы этого не могли сделать, а вы сделали. Ну, конечно, другая техника, она позволяет нам это. И уже вот этот оконченный, цифровой, как говорится, этот отреставрированный, с него вы можете сделать еще негатив, если по-моему. А сколько картин в год удается сделать так? Ну, мы опять, мы это на свои деньги делаем. Это довольно дорогое удовольствие, потому что надо программы, это, во-первых, оборудование иметь хорошее, нужны программы всевозможные, потом людей надо воспитать, потом им надо платить. Ну, и у нас нет, конечно, возможности делать 100 картин. Ну, 9-10 картин мы делаем. Ну, зависит еще какая картина. Вот с Рублевым они возятся уже месяца 4, наверное. И я думаю, что будут еще возиться, потому что тяжелая картина, страсти по Андрею я имею в виду. Вот, но я думаю, что надо сделать, тем более у Тарковского вроде юбилей там какой-то. Ну, я имею в виду, что это, это в конечном счете тоже, можно сказать, наш вклад к столетию масс-фильма. И вообще интернет, кинотеатр наш стал очень важной частью. Мы постоянно выкладываем эти отреставрированные картины, это пользуется большим успехом у публики. Очень мне нравится это посетителям. Посетителей очень много. Я говорил, что порядка 40 миллионов в неделю сейчас просмотров, ну, это где-то сколько, да, на 4. 160. Ну, понятно, их надо делить, там, обычно 1 к 3, да, там просмотр считается. Просмотров не бывает. Столько, сколько написано, их меньше. Но все равно это, если 160 на 3, это 50 миллионов зрителей в месяц, это, в общем, немало уже. Это, извините, наверное, больше, чем все российское кино смотрят. Да, да, в кинотеатрах. А я вот хотела спросить... Кстати, простите, должен сказать еще одну, момент, который сейчас у нас довольно активно стал этот. У нас очень много иностранного зрителя. У нас Соединенные Штаты, например, в среднем, где-то 140-150 тысяч в неделю зрителей. Ну, опять, понятно, половина эмигранта. Но там видно по комментариям огромное число таких как натуральных американцев. Которые учат язык, на самом деле. Учат язык, который... Ну, мы субтитры делаем. Мы еще субтитры делаем. Ну, конечно, нам не хватает для этого своих средств. Мы стараемся. Потому что надо субтитрировать, надо реставрировать картины. Субтитрировать все больше запросов. Потому что смотрит весь мир. От Индонезии до, там, Латинской Америки. Люди хотят это, просят. Можно на нашем языке этот. И хочется сделать. Ну, конечно, это... А сейчас какие субтитры? Английские, испанские? Ну, английские, в основном, испанские, да. Английские, испанские. Есть итальянские. Бывают там... Французские. Но, конечно, в основном... Прежде всего, английские. Ну, дело все в том, что, по идее говоря, надо хотя бы на одном языке. Мы сделали картину 150-200. И они пользуются огромным успехом. Вот эти субтитрами. Поэтому, конечно, не все удается сразу сделать. Но я думаю, что вот... Сейчас, кстати, канал открыли в англоязычном Ютьюбе. И тоже пошли там... Выложили там картин 30-40. Только для английской аудитории. С описанием для иностранной аудитории. В их сегменте Ютьюба. Ну, я смотрю, так... Пошли подписчики. Там уже несколько десятков тысяч. Как говорится... А сколько нужно миллион, да, чтобы получить какую-то кнопку там? Ютьюб дает тогда, Гугл дает... У нас... У нас на нашем 4 миллиона уже. 4 миллиона. 4 миллиона. И что, вам дали кнопку? А? Золотую кнопку. Одна кнопка есть. Есть. Еще 3 миллиона не дали. У нас мы уже перевалили за 4, да. А английский пока несколько десятков тысяч. Ну, еще далеко до кнопки. Понятно. Вы знаете, в какой-то момент же музей Тарковского остался без дома. Вот было бы красиво, наверное, музей Тарковского. Может быть, вот это тоже к столетию. Музей Тарковского открыть на Мосфильме. Нет. 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 Я объясню, почему. Это, понимаете, на Мосфильме такого класса мастера, их так много было, что если мы будем открывать музеи, это будет... Мы превратимся просто совсем... В музей. В музей, да. Это, на мой взгляд, у нас висят таблички, кто где работал. Ну, конечно, все-таки открывать персональные музеи того или иного. Тем более, все-таки у нас предприятие. Поэтому все равно доступа не будет. Кто будет ходить? Это надо пропусказать. Мы не можем отменить пропускную систему. И потом, ну, Андрей Россеевич, безусловно, выдающийся мастер. Ну, у нас их тут и Эйзенштейн работал, и Пырьев, и Володя покойный. Вот сейчас ушел Меньшов, и Говорухин, и Ром, и Райзман, и Бондарчук, и Шукшин, и Климов, и Шепетько. Ну, что мы, всем должны музей тогда открыть. Я думаю, это не наше все-таки дело. Поэтому мы... Тут таблички у нас висят, где фотографии, естественно. Но все-таки... Я думаю, главное, что мы делаем, что мы восстанавливаем их картину. Я думаю, что это для них гораздо было бы важнее. Мы, кстати, и Шепетько восстановили картины, восхождение, еще чуть-чуть, крылья, по-моему, не восстановили. Элема восстановили картины. Тоже мы за реставрацию идеи «Смотри» получили в Венеции. У них же есть классик, мы гран-при получили в Венеции. Так что я думаю, что наше отношение к нашим мастерам, ушедшим, именно в этом проявляется. Восстание в том, что мы там комнату с фотографиями откроем. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.